Я искала что-то подобное, только не знала, как это называется вообще. Нас предупредили о том, что нужно быть в спортивной одежде. И вот с того дня я узнала, что такое кинестетикс. На кинестетик я попала, потому что у меня ребенок инвалид. Поначалу кинестетикс мне показалось обнимашки-неваляшки. Вот даже вот такое было. Но когда я посмотрела это на ребенка, и когда я посмотрела, что это расслабляет, что это работает, и тогда я сказала ура. У меня была, можно сказать, лежачая. Я зависела от тех людей, которые за мной ухаживали. Они по наитию что-то делали. А если бы у них еще эти знания были, было бы намного комфортнее. Потому что действительно касалось меня поднимать. И женщина одна сказала мне, что у меня болит спина. Я этого делать не буду. То есть, в принципе, на то время, если бы было такое знание у них, я думаю, я бы не испытывала бы неудобства от того, что человеку приходится это делать. Понимание сразу наступает. То есть, а, вот оно как, да, вот, это же очень легко, это же все очень понятно. Вот вы показали, это все доступно. Подходим к пациенту, а оказывается, что не так это все легко. Потому что пациент – это тяжелое тело, больное тело. И оно не двигается так, как у здорового человека. Но, показав элементарное, элементарное движение, облегчается труд на 50%. Элементарное. Вы знаете, когда она меня не учила, я пытался, как она упадет, поднимать. И вот спину немножко повредил. А потом она говорит, так, если лежит, посадить ее сперва. А потом попытаться, ну, сдвинуть ее, чтобы ближе к дивану. И она помогала, чтобы старалась. Ну, а потом на колени. Вот, а потом, смешно, руки на диван, и чтобы повернулась. И потом на одно колено, на второе. А потом уже и легко поднимать, уже посадить. Вот так вот. Это уроки такие. И вот эти стереотипы, которые у меня были взять, схватить ребенка и потащить, они у меня сейчас уходят. Вот мне стало более легко, благодаря вот этим вот всем движениям, которые нам показали, как можно заниматься с таким ребенком. И Вика стала более уверена, у нее смелость. И вы знаете, если у меня ребенок раньше боялся с коляски встать, вы что это было, или отклониться, или что-то, то сейчас она у меня даже сама встает ногами на пол и сама садится на диван. Она сама даже вот не могла в рот что-то подтянуть. И когда Татьяна нам показала, как расслабить ее, и как сделать движение нам вместе, вот мы стали с ней заниматься вот таким методом, и вы знаете, мы очень многое достигли. Я познаю себя, я начинаю больше понимать своего ребенка, потому что, соответственно, его движения, какие ему нужны, и вот это движение, которое они расслабляют, и он очень хорошо, вот он спал хорошо, он себя вел очень хорошо. Но это для него только плюс. И для меня такой вывод я сделаю, что если бы мы, может быть, с моим ребенком занимались бы раньше, ему вот 18 будет, то я думаю, что, наверное, были бы результаты лучше, потому что движения конкретные были бы лучше. У меня дома кинстетикс постоянно. Я перестала мучиться со спиной, потому что у меня были серьезные проблемы. И, конечно же, показываю, как правильно вставать своим детям, что очень помогло, кстати, моему сыну, у которого тоже проблемы со спиной. Как видите, живы, здоровы, и не вызываю уже врачей в последнее время, ничего. Стараюсь вот свои силы рассчитывать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова